МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы ступили на территорию призраков. Тема сегодняшней программы – гадание. Существует множество способов предсказания судьбы. Карты Таро, Хиромантия, гадание на кофейной гуще, гадание при помощи астрологии. Люди всегда стремились заглянуть в будущее. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете о разных способах гадания предсказания судьбы. Ко мне приходят посетители, у которых есть вопросы по его бизнесу. Мы для того, чтобы принять какое-то конкретное решение, сейчас очень важный вопрос о кредитовании. Например, почти всегда при развитии бизнеса человек берет кредиты. В каком банке взять, полностью ли дадут кредит. В этом нам помогает разобраться карта Таро. Человеку предлагается на выбор, его лично, карта закрыта, вытащить несколько карт. Для каждого расклада существует определенное количество. От трех до двадцати карт, смотря какой расклад мы применяем. Этот расклад нам показывает, что да, кредит действительно дадут, но, к сожалению, не в полном объеме. И тогда уже предприниматель принимает решение, что ему нужно дополнительно обращаться в следующие банки, чтобы полностью решить финансовое обеспечение проекта. Карты Таро также помогают нам решать вопрос с выбором помещения. Иногда, если предприниматель выбрал не то помещение, а карта нам это покажет, то там дело как бы не пойдет. От этого тоже очень часто, как говорится, зависит, где начало работать, в какое время. Это надо сейчас или это можно перенести на более поздний срок. То есть обо всем этом нам говорят карты Таро. Таро или книга Тота относится к прорицательным наукам, является одной из оккультных наук. Гермес Трисмергист, один из богов мировой мифологии, является покровителем письменности, искусств, тайных наук, носитель откровения и прочее. Его именем названо религиозно-философское учение герметизм. Со временем Гермес потерял свой божественный статус, так как не вписывался в религию единобожие и стал почитаться, как великий пророк всех времен и народов. Он считался проводником вселенского разума. Совместимость партнера по бизнесу, у нас существует методика психоанализа портрета. То есть нам задается дата рождения, по дате рождения мы раскладываем карты Таро и смотрим совместимость. Есть ли точки соприкосновения, есть ли полное отторжение. То есть могут ли люди, как говорится, работать вместе, одна ли, как говорится, есть ли у них понимание. Обо всем этом нам говорят расклады по дате рождения. И на фоне этого мы, как говорится, выбираем более правильного человека, который нам, как говорится, подходит. Карты Таро были вновь открыты в течение последних 200-250 лет. Люди, изучавшие их, считали, что восстанавливают некогда действительно существовавшие знания, приводя рисунки карт в соответствии с такими эзотерическими дисциплинами, как астрология, каббалистика, магия и другие. Были сделаны попытки сравнить Таро с различными системами знаков. Но приходилось менять местами буквы или знаки. Что-то вставлять, что-то отбрасывать и так далее. Были попытки подставлять Таро и с русским алфавитом, однако успеха они не имели. Да, вот именно, что человек приходит, и ему не нужно присутствовать партнера. Дело в том, что дату рождения его он должен знать, что по дате рождения же это происходит, анализ. И тогда он может выбрать, что да, вот это с этим человеком у него получится, несмотря на то, что он его и мало знает. А с тем человеком, с которым он там учился, был, и уже, как говорится, долгое время знаком, к сожалению, бизнес у него не пойдет. Кроме дружеских отношений, как говорится, на этом, в общем-то, и заканчивается. А дружба и бизнес, это, в общем-то, довольно не всегда совещаемые вещи. Упоминание о картах Таро датировано не ранее, как к XI векам. А самые ранние из найденных карт относятся к XIII-XIV векам. Таро в Европу занесли примерно в IX веке богемские цыгане, называвшие себя египтянами. Слово Таро или Тарот Часто переводят как «дорога владык». Очень часто, как говорится, приходится вопрос о покупке недвижимости. При покупке недвижимости существует обычно несколько вариантов. Человек посмотрит несколько квартир и в затруднительном положении, выбрать ли эту квартиру, выбрать ли эту квартиру. И методом разложения карт мы рассматриваем каждый его вариант. И карта нам подсказывает, что в данном вопросе сделка не состоится, потому что там не готовы документы. В третьем, как говорится, есть малолетние дети, с ними вопрос там очень будет сложно решиться, тоже сделка откладывается. И, допустим, четвертый вариант, который мы присмотрели, говорит о том, что вариант очень успешный. Мало того, что и сделка пройдет обязательно очень успешно. И плюс еще, как говорится, человеку там будет комфортно жить, об этом тоже нам скажут карты. То есть, ну, человек уходит довольный. Лишний раз, как говорится, это доказывает то, что карта нам очень помогает за решение очень важных, судьбоносных, ну, как говорится, решений нашей жизни. Ну, так же происходит при покупке автомобилей. Когда человек выбрал несколько, как говорится, машин, приходит и говорит, вот эта машина меня не подведет. Мы смотрим, говорит, вы знаете, к сожалению, в этой машине есть крытые резервы. И если вам хочется как-то быть более надежный автомобиль, то вы посмотрите, как говорится, какой-то другой проект. Такие случаи бывают очень часто, и люди тоже нам за это благодарны. Вот. Ну, еще у нас очень часто к нам обращаются люди, семейные пары. Когда, как говорится, долго прожившие вместе, все вдруг возникают какие-то сложные отношения. А карта Таро нам тоже показывает, где там, в чем какой-то из супругов неправ, и как можно, как говорится, с помощью, как говорится, применения карта Таро подсказать людям, где они неправы, и как они кого должны слушать. Это тоже помогает в решении семейных вопросов, также в отношении детей. То есть чисто, как говорится, здесь не только материально, но также чисто психологические, духовные вопросы, они тоже могут решаться с помощью карта Таро. Очень важный момент, когда у нас старшеклассники в выпускных классах, как говорится, выбрали профессию свою, и, знаешь, что я бы хотела туда. Как говорится, вот мы раскладываем несколько раскладов, мы видим то, что данная юноша, как говорится, вроде бы хочет ту профессию, но наверняка, как говорится, с ней не справится. Карта Таро нам показывает. Мы подсказываем, а не хотели бы рассмотреть вот такую бы профессию. И юноша действительно соглашается, и в результате тоже получаем хорошие результаты. То есть и в этом сложном вопросе, как мы про профессию, тоже работают карта Таро, и довольно, ну, хорошо, интенсивно, и люди довольны. И так, ваша судьба в ваших руках. Карта лишь намекает вам, каким образом сложится ваша дальнейшая судьба, если вы продолжите идти тем же путём. Способы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы изменить плохое предсказание, разные. Но все они доступны каждому из нас. Существует, но у карта Таро, как говорится, нет нерешаемых вопросов. То есть все вопросы, которые возникают в быте на производстве, всё, все эти вопросы можно решить с помощью не таких сложных раскладов, но судьбоносных. И не раз такую практику мы имеем. Когда карта Таро повлияли и на развитие каких-то проектов, и на развитие выбора профессии, по перемену работы, по росту карьеры. Сейчас молодёжь, как говорится, окончив один вуз, очень часто бы хотели получить вторую профессию. Приходят с нами советовать. Мы говорим, что здесь вот для того, чтобы ваша карьера состоялась, вот вам не хватает вот таких-то знаний. И в этом сложном вопросе нам тоже помогают карты Таро. То есть карты Таро сегодня стали одной из незаменимых частей, которые помогают нам внутренне разобраться в своём плане, в своих действиях. Далее в нашей программе гадание на картах Таро, а также гадание на кофейной гуще. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете о механизме гадания на картах Таро. Механизм происходит так, что карты все перевёрнуты рубашками. Человек не видит, какую он карту вытаскивает. На каждый расклад задаётся определённое количество карт. Человек, в принципе, выкладывает все карты. До последнего момента, пока он все карты не выложит, рубашка не переворачивается. Затем карты переворачиваются и отвечают на конкретный поставленный вопрос. Это происходит так. Иногда получаются такие случаи, что ответ не совсем ясен. Тогда мы привлекаем к следующей колоде, и оттуда достаем дополнительные карты, чтобы уточнить одну из определённых позиций. Это происходит вот так. Исследованием и практикой карт Таро занимались и многие философы, и духовные лидеры XX века. Я работаю с колодами русская Таро, и колода классическая райдера работаю в данный момент. По райдеру, как говорится, мы делаем расклады. Это Киевский крест, такой всем известный расклад. Дальше, как говорится, есть расклады у нас, как говорится, по здоровью. По здоровью, когда мы работаем с проблемами здоровья. То есть мы, это, конечно, не какие-то анализы, и это не какая-то техника, а это конкретно, мы только видим проблемную зону человека. Раскладывая расклады на здоровье, мы говорим, знаете, у вас есть проблема, будьте любезны, обратитесь в традиционную медицину, и пройдите вот тут и тут обследование. И очень часто, когда мы вовремя спасаем людей, именно, как говорится, подсказав, что у человека возникла проблема, в точке, в проблемной точке, как говорится, у нас положилась, ну, легла какая-то отрицательная карта, указывая на ее проблемы. Вот так вот. Дальше мы рассматриваем покупки недвижимости. У нас есть раскладка специально, покупки недвижимости, раскладки есть конкретно. Ну, всевозможных их очень много, и каждый раз мы принимаем к каждому вопросу применительно его расклад. Раскладов очень много, и мы профессионалами владеем. Символы, изображенные на картах, вызовут у различных людей разные ассоциации. Они и должны быть разными. Нужно побороть за старелую привычку нашего разума, сводить все к уже известным вещам. Так нового не узнаешь. Вы знаете, как говорится, возрастной состав людей, вообще, которые обращаются с картами Таро, это люди от 20 где-то 2 лет и где-то до 50. Вот. Но если мы в процентном отношении, то все-таки больше приходит молодежь до 40 лет. После 40 лет, ну, уже, наверное, процентов 30 приходит, и процентов 15 – это люди старшего возраста. И Таро резко помолодело, и вот, как говорится, люди, если говорить об образовании, то это в основном люди с высшим образованием. Вот. И очень радует то, что очень много, как говорится, серьезных вопросов, как говорится, по бизнесу, как говорится, по научным открытиям. То есть вопросы очень-очень серьезные. Это тоже очень радует. И поэтому люди приходят тоже к нам очень серьезно, очень грамотно, очень много работающими над всевозможными проблемами. А карта Таро является инструментом, то есть у человека в подсознании, как говорится, есть несколько мыслей. И все-таки, когда человек вытаскивает карту, это разговор с его подсознанием, это уточнение правильности его решения. Вот что такое, в общем-то, практически распада карты Таро. Символы служат опорой интуиции. Они многозначны. И потому воспринимаются по-разному не только различными людьми, но и одним и тем же человеком в разное время. Переносить их на другого человека и другую ситуацию нельзя. И хотя в случае неясности можно вытянуть и вторую, и третью, и более карты. Для уточнения ответа на один и тот же вопрос. Карты будут не только отвечать на сам вопрос, сколько раскрывать все более глубокие причины его возникновения. На вопрос погадать темне, в общем-то, мы не работаем. Потому что вопрос должен быть обязательно конкретный, и обязательно должен быть оговорен временной период. потому что, как говорится, куплю ли я квартиру, мы обязательно задаем, в течение какого периода вы планируете. Потому что человек может купить квартиру обязательно, но не в этом году, а через 5 лет. И это, как нам тоже говорят. То есть период обязательно должен быть задан. И тогда мы отвечаем, да или нет, но обязательно в какой-то определенный период. На всю жизнь мы никакой не гадаем. И чем срок этого определенного периода меньше, тем ответы картыру более точнее. Ну, я работаю на потоке очень давно, и результативность у меня где-то процентов 89. То есть мы обязательно... У нас очень много постоянных клиентов, с которыми мы работаем, как говорится, ведем, как говорится, этих людей. И получаем обратные результаты, подтверждение, что да, мы были правильно, да, мы, как говорится, наши расклады все расшифровали правильно, и, как говорится, люди получают у них правильно. Не рассуждайте, а наблюдайте. Не осмысляйте, а созерцайте. Оперируйте не словами, а образами. И не ищите рационального объяснения этих образов. Дайте картам говорить с вами свободно. И тогда они дадут ответ на ваш вопрос. И повторят его дважды и трижды, если смысл символов и первый раз показался вам непонятным. Вы знаете, если говорить все о гадании на кофе, то здесь история, она очень запутанная, и очень трудно определить, когда именно это возникло. Но, как считают многие источники, возникло это гадание в Турции, и очень широко было распространено в 16 веке. А потом уже как бы потихонечку все перешло в Европу. И это очень было распространено во Флоренции. В частности, так же, как и карта Таро. Когда карты Таро рисовались для конкретных семей, так же, в общем-то, и гаданием на кофе забавлялись исключительно люди, обладающие положением, да, ну, знать, будем так говорить. Не просто обычные люди, а, ну, какие-то особы, да, высокопоставленные. Ну, вот такова история. И здесь действительно нет какой-то единой и стройной системы гадания на кофе. Это именно и обуславливает, в общем-то, обуславливает трудности в гадании, и именно, наверное, поэтому гадание на кофе считается одним из самых сложных по сравнению с другими, да, с той же Хиромантией, с картами Таро. Ну, вот так. На святках гадают на кофейной гуще только по просьбе. Причина этого заключается в том, что кофе пришел на землю русскую сравнительно поздно и далеко не сразу стал доступен всем. Поэтому и гаданий на кофейной гуще нельзя причислять к наиболее распространенным русским гаданиям. Если говорить о том, что нет единой системы, действительно, в каждой стране и даже в каждом городе гадали по-разному. По-разному толковались символы, по-разному выливали чашки. То есть это всегда происходило по-разному. И здесь уже многое даже зависело от индивидуума, который гадает. От гадателя. Я, например, вижу один символ, а если вы посмотрите в чашку, вы скажете, ну какой-то заяц, это не заяц, а сороконожка. То есть все видят все по-разному и, опять же, толкуются символы по-разному. Например, если для вас заяц, это что-то беззащитное, такое маленькое, то, например, для других это будет суета и хлопоты. То есть здесь нет какой-то, опять же, единой системы, о чем я и говорю. И вплоть еще до того, что, ну, и чашки выливаются по-разному, и все смотрится по-разному. Кофейную гуще сливали в чашку, накрывали ее блюдечком, а потом опрокидывали вверх дном. Далее снимали чашку с блюдечка и наливали в него воду. Опять погружали чашку обратно, говоря, верность, дружба и согласие. Или, что загадано, то сбудется. Сняв чашку, рассматривали получившиеся кофейные разводы. Далее на территории призраков мы еще поговорим о гадании на кофейной гуще, а также поговорим об астрологии как науке предсказания. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете, как нужно гадать на кофейной гуще. Изображение человека к свиданию влюбленных. Цветы к романтической связи. Деревья к расставанию влюбленных. Дома, церкви, башни к исполнению желаний. Соединение сразу же нескольких фигур к свадьбе. Четырехугольные фигуры к смерти. Животные означают. Собака – верность. Кошка – коварство. Лисица – лукавый, хитрый нрав. Волк и медведь – неудача. Препятствия в делах и начинаниях, а также в любви. Змея – напрасный оговор. И так, по этим символам, любой может, смотря на тени и изображения, сравнить с ними сущность ответов задуманного вопроса. То, как выливать чашку, это приходит с опытом. Это уже гадатель выбирает свой метод, который ему более, как бы, вот, ну, не то, что выгоден, а тот метод, который больше ему показывает. Ему кажется, что он наиболее приемлемый, да, для данной ситуации. Вот. Вот. И здесь, опять же, их множество вариантов. То есть, сколько людей, столько вариантов. И все это вот с опытом, и все это чисто индивидуально. Сварите обыкновенным образом кофе и, слив с него жидкость, оставьте одну гущу. Потом возьмите 3 столовые ложки кофейной гущи и положите в чайную чашку. Накройте ее чайным блюдечком. Опрокиньте несколько раз для того, чтобы внутри чашки пристало гуще. Поставьте чашку на стол. Далее. Взять чистой воды и налить в блюдечко. Взять чашечку с гущей на дне, приподнять и опускать ее на блюдечко с водой трижды, говоря при всяком погружении верность, дружба. Чашечку нельзя опрокидывать и не вращать. Говорить следует тихо, чтобы не слышали посторонние. Поднять чашку и смотреть на гущу, которое пристало к краям чашки. Теперь вам предстоит толкование всех знаков, изображений и теней, которые дают ясные ответы на задуманные вопросы. Вы знаете, здесь действительно есть этот метод. Появился недавно вот этот метод. Когда не сам гадатель трактует чашку, а он дает ее клиенту. Дает чашку клиенту и спрашивает, что вы там видите. Клиент начинает крутить так мучительно, там по-разному смотрит, смотрит. Вот. Вы дает какие-то вещи, которые он увидел. Причем очень большое значение, они, конечно, здесь имеют, как правило, буквы и цифры. Потому что буквы, как правило, это могут быть инициалы людей. Цифры могут означать какие-то конкретные сроки или даты. И вот здесь, конечно, уже, если клиент сам увидел, ему это, конечно же, ближе, то тогда уже начинаешь трактовать то, что увидел клиент. Вот. Конечно, производится корректура своя какая-то, потому что опыта больше. Клиент может видеть только фигуру. Я могу ее только подтвердить или, допустим, сказать, что она слаба. В астрологии я занимаюсь уже более 10 лет. Та проблема, которую я изучала вначале, это была астрология западного направления. Но на протяжении нескольких лет я поняла, что какие-то моменты я не усвоила, недостаточно знаю их. И совершенно случайно пришла в школу Павла Павловича Глоба, где поняла, что именно аристическая астрология говорит о тех, вскрывает те проблемы человеческие, которые не всегда можно увидеть в картах, изучая работы, вернее, по западному стилю. И вот много времени потрачено на изучение такого понятия, как добро и зло. То есть, вы понимаете, мы не всегда можем оценить человеческие качества. А в астрологии проблема, что в человеке положительного, сколько в человеке положительного, отрицательного заложено, и как он может проиграть это, и каким образом может усилить или ослабить свой, допустим, положительный потенциал и уменьшить то зло, которое может быть в нем проявиться. Эти факты играют очень большое значение. Но когда люди приходят с определенной просьбой, допустим, человек потерялся, не может найти себя, не может найти смысл жизни, когда мы рассматриваем карту, слабые и сильные стороны тоже отражены в натальных картах. И мы помогаем человеку, понимаете, предсказать, это предсказать, упадет камень или нет, тебе на голову, или там кирпич. А как выйти из ситуации, создавшейся, как человека направить, подсказать ему, как подсказать, чтобы он нашел тот правильный путь. И когда люди приходят с благодарностью, что они состоялись, что произошли какие-то у них изменения в положительную сторону, конечно, это дорогого стоит. Астрология – одна из древнейших наук, проживших до наших дней, не потеряв свою значимость. С древних времен астрологи полагают, что будущее каждого обитателя Земли записано на небе расположением планет и других небесных светил в момент его рождения. Астрология – учение о возможной связи, существующей между расположением небесных светил и судьбами людей и народов о возможности предсказания будущего по положению звезд. Астрология – это не только и не столько предсказаний по вашему знаку зодиака событий на неделю. Астрология занимается глубоким изучением устройства нашего мира и взаимосвязей в нем. Бывают кармические ошибки, которые нам приходят, так скажем, от наших, может быть, родителей переходят к нам. Но здесь вопрос, конечно, более серьезный, работа намного глубокая, многодневная. Но все равно можно решить проблемы. Поэтому астрология – это такая наука удивительная, что хотелось бы, чтобы она все-таки где-нибудь преподавалась или в институтах, может быть, в начальных школах. То есть дети, мне кажется, если бы начали заниматься, это не оторвались бы от нее, потому что она такая увлекательная, и нельзя без нее жить. Во всех областях, что бы мы ни смотрели, что бы мы, какой бы вопрос мы астрологический, астрологию приложить в любую проблему человеческую. Гороскоп – это астрологический прогноз событий, который затрагивает все основные аспекты жизни человека. Составленный профессиональным астрологом, гороскоп способен ответить на различные ваши вопросы и подсказать, как разрешить те или иные проблемы. В следующей части нашей программы еще один известный вид гадания – хиромантия. Хиромантия – греческое слово. которое по-русски означает гадание или предсказание по руке. Хиромантия – искусство. Определение характера человека и предсказание его судьбы по линиям и холмам на ладони, а также по внешнему виду рук. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете, о чем говорят линии на человеческих руках. Хиромантия – старая картинер. И, естественно, первыми хиромантами были жрецы, египетские жрецы. Ну, собственно, вся культура, вся наука оттуда пошла. В настоящее время та хиромантия, ту школу, традиции, которую продолжают, это европейская хиромантия. Наибольшее развитие она получила, конечно, в средние века. В средние века вообще изучали врачи университета хиромантии. И окончательное ее формирование закончилось уже, наверное, в 18-19 веке, благодаря тому, что вообще развитие науки как таковой. И если говорить о развитии хиромантии и перехода ее в сторону науки, то есть наука дерматоглифика. А в каждой стране, ну, по-разному трактовали руки. Например, если взять китайскую традицию, китайскую и японскую традицию хиромантии, то там трактуют по отпечаткам пальцев. Если взять индийскую, ну, это европейская, это, конечно, по основным линиям. Или, скажем, там, в Индии есть традиция трактования по большому пальцу. Я достаточно много и долго наблюдал руки своих пациентов и своих знакомых, прежде чем стал заниматься этим профессионально. Потому что меня, как для врача, интересовала не только диагностика, как таковая, которую я видел на руке, но и больше всего интересовала лечение. То есть что делать, как помочь человеку? Ну, с одной стороны, вроде бы, предупреждён, значит, вооружён. Ну, а с другой стороны, как от этого избавиться? Ты видишь негативный знак и можешь сказать человеку о каких-то неприятностях, тех же самых заболеваний сложных. Как от этого избавиться? И я считаю, что хиромантия должна отвечать на два вопроса. Вопрос первый. Что будет происходить с человеком? Ну, из той категории, что было, что будет, чем сердце успокоится. И второй вопрос. Почему это происходит с человеком? То есть как человеку измениться самому и что будет избежать этого? Ну, а уж если не избежать, то принять. Хиромантия, гадания, предсказания, толкования событий, фактов с точки зрения активной стороны бесконечности. Линии на человеческой ладони начертаны не без причины. Они происходят из божественного влияния и собственной человеческой индивидуальности. Хиромантия может использоваться как в личных, так и в общественных целях. Мастера хиромантии обычно занимают руководящие посты в шоу-бизнесе. На самом деле, собственно, наша ладонь это то, что мы чаще всего видим. И, соответственно, не зашифрована информация, которую мы должны читать. Более того, линии, они меняются в процессе жизни. И окончательно они формируются в 16-18 лет. То есть мы можем говорить о судьбе человека уже серьезно. Когда он уже взрослый человек, когда он принимает ответственность за себя, а до этого корму ребенка несут родители. Вот. И каждые 10 лет, а может быть, иногда и чаще происходит изменение какой-то информации. И, соответственно, человек, глядя на свою руку, он видит, что да, вот его ждет что-то. Да. Или вот произошло какое-то событие, да, оно имело значение для него в жизни. Он должен делать какие-то выводы по поводу этого события. Там, была ли это любовь, была ли это бизнес, была ли это, там, наука, встреча с кем-то и так далее. То есть это информация, которую человек должен читать, которую должен ее перерабатывать и сделать свою жизнь лучше. Это, кстати, к вопросу, по поводу того, есть ли смысл вообще предсказаний, как таковых, в том числе и хиромантия. Похоже, что хиромантия возникла на Востоке и распространилась на Запад, возможно, с помощью Рима. Самые ранние достоверные сведения об этом искусстве обнаруживаются в индийской литературе, ведического периода, 2000-й год до нашей эры. Конечно, люди обращаются с банальным любопытством. Ни разу не был у хиромант, а вот скажите, что, где, как и так далее. Ну, чаще всего люди все-таки обращаются с конкретными проблемами. Естественно, там, девушки хотят знать, когда они выйдут замуж, сколько у них будет детей, как у них будет складываться семейная жизнь. Человек, начинающий бизнес или испытывающий трудности, на работе тоже обращается перед выбором, куда ему идти, чем ему заниматься. Вот, например, совсем недавно был случай, обратился один бизнесмен, у которого появились трудности в его профессиональной деятельности. Смотрев на его уроку, я ему однозначно сказал о том, что человеку нужно менять его профессиональную деятельность и вкладываться в что-то другое. И, естественно, это совпадало с его мнениями и с его желаниями. И потом, через полгода, когда мы с ним встретились, повторно, да, он сказал, действительно, это так. Это такой немаломажный момент, это семейные отношения. Тоже можно помочь, подсказать, и ориентировать человека, по крайней мере, на руке, там видно, в любом случае, как будет складываться семейные отношения, насколько стабильен брак. И что самое главное, что необходимо делать человеку, чтобы его сохранить, и наоборот, для того, чтобы разрушить. Ну, все-таки лучше сохранять. Конечно же, вопрос о здоровье. Учитывая, что я врач, и имею там 20-летнюю практику наблюдения рук своих пациентов, конечно же, я знаю такие знаки, как онкология, эндокринология, стричь сосудистая система. Само собой разумеется, я не только говорю человеку о наличии этих знаков, но и даю какие-то советы о профилактике тех или иных заболеваний, и в том возрасте, когда это заболевание может у человека проявиться. Специалисты полагают, что в Индию сведения о хиромантии могли попасть из Греции, где выдающиеся ученые, достаточно вспомнить хотя бы Аристотеля, посвящали этому искусству целые трактаты. Упоминания о хиромантии встречаются даже в текстах Ветхого Завета. Знаменитый многотомный средневековный тезаурус, каноны врачебной науки, созданный Абу-Али-Ибн-Синой, Авиценной. Также включает специальные разделы, посвященные описанию самых различных типов человеческих рук, раскрытию значения особых знаков, которые содержатся на ладонях. В Европу хиромантия пришла вместе с цыганами, которые по сей день считаются виртуозными специалистами в этом священном ремесле. Естественно, я сказал, что хиромантия должна отвечать на два вопроса. Вопрос первый – это что будет происходить с человеком, и вопрос второй – почему будет происходить с человеком. И, конечно же, хирология – это наука о руке и о предсказании, она дает ответ о качествах человека, на что он себя представляет, только о кармических потребностях, о кармических задачах. И, в первую очередь, меня эти вещи интересуют. То есть свой диагноз или своё чтение руки, то есть я не боюсь, что я гадаю, я считаю, что я читаю руку, и своё чтение руки я с этого начинаю, рассказывать человеку о том, каким он есть на самом деле. Конечно, в большинстве случаев это совпадает, и когда ты напоминаешь человеку о том, какой он и как он живёт на свете, как он общается с людьми, это очень важно, потому что ведь все последующие события, они будут происходить именно потому, что человек такой. Он будет выбирать себе определённых друзей, он будет выбирать себе определённую роль деятельности, он выберет себе супруга, того человека, который ему необходим, и будет так жить, как согласно тем качествам, которые у него присутствуют. Потому что не может быть, как говорится, Богу-Богово, а Кесарю-Кесарево. И, соответственно, ответив человеку, рассказав о его личностных качествах, и в том числе о кармической предрасположенности, принадлежности, я начинаю уже переходить к событиям. В первую очередь рассказываю о событиях жизни, анализирую линию жизни как таковую, затем линия судьбы, даже линия профессиональной деятельности, линия головы, говорящая о ментальных способностях человека, линия сердца, его любовные привязанности, его возможности брака, допустим. Ну и, конечно же, линия брака как таковые, линии детей, ну и все остальные знаки, которые находятся рядом с этими линиями, дающиеся дополнительную информацию. Собственно, сама консультация, она где-то длится не менее получаса, иногда, может, там и час, и полтора, в зависимости от интереса человека и сложности вопроса. В заключительной части нашей программы мы продолжим разговор о хиромантии, предсказании человеческой судьбы по линиям человеческой руки. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете о первых трудах и книгах по хиромантии. Первым европейским трудом по чтению в ладони стала книга Йоханна Гартлиба «Кунст хиромантия», «Искусство хиромантии». За ней последовали работы Джона Индигана, Джона Ротмана, Ричарда Сондерса и прочих. Они отличались между собой как стилем изложения, так и уровнем подачи материала. Но подлинный триумф состоялся много позднее, когда в 1843 году капитан Станислас Дерпантиньи опубликовал первую из своих книг «Хирогномония». Параллельно с ним изучением свой с ладони занимался парижский художник Адольф де Бароль, постигавший основу кабалы под руководством знаменитого оккультиста Элифаса Леви, который, собственно, и порекомендовал своему ученику обратиться к хиромантии. Результатом исследований Деба Бароля стала монография «Тайна руки», выдержавшая множество переизданий в Европе и до сих пор не утратившие своего значения. Однажды я смотрел в руку девушки и увидел, что меня жизни разорваны в нескольких местах. Знаки с меня неблагоприятны. Это знак болезни, это потеря жизненных сил, это знак трудностей. И меня вдруг совершенно озарило тем, что это можно исправить, то есть это можно прорисовать. И вечером, вернушись домой, я взял красную авторучку, знак силы и энергии, жизненной силы, и нарисовал на себе на руке все эти знаки, которые хотел бы видеть, для того, чтобы у меня были, что называется, жизненные счастья. На следующий день я работал в медицинском центре в это время. Я прихожу на работу, и директор центра говорит, что у нас увольняется главный врач, и я хочу, чтобы заняли его место. Я нарисовал в том числе себе и линию судьбы. Через три дня я сам увольняюсь оттуда, потому что я понимаю, что мое предназначение нескольким и иное. И с тех пор я стал заниматься коррекционной хиромантией. То есть вот эта волшебная авторучка, это уже у меня вторая волшебная авторучка, первая уже давно закончилась. Я черчу людям линии, так как хочу это видеть. С одной стороны, естественно, этот метод обратной биологической связи, это можно сказать, что психотерапия или еще что-то с точки зрения медицины. Но с другой стороны, если судьба пишет нам какие-то знаки на наши руки, что мешает нам написать ей письмо. Собственно, я это делаю. Более того, ведь происходят события, именно те, которые мы планируем, в том числе человеком, и сами линии меняются. У меня был однажды случай. У меня консультировался один человек, и у него был знак, знак онкологии, где-то в возрасте 53 года. Порисовав вам какие-то линии, те, что он хотел, чтобы произошли изменения в его жизни, мы встретились через две недели. Потому что в течение двух недель происходят у человека какие-то события, на основании которых можно говорить, что да, эта программа работает, с человеком что-то происходит позитивное. И встретившись с ним через две недели, я обнаружил отсутствие вот этого знака, онкологии, которая у него была. И я ему говорю, вы знаете, вот у меня такое впечатление, что я вам говорил, предупреждал о том, что у вас есть опасность опухоли. Он говорит, да, это было, но сейчас ее нет. То есть, понимаете, вот даже такие вещи случаются. Многие специалисты считают ее наиболее авторитетным руководством по данному предмету. После Дебороля было написано немало книг по хиромантии. У меня есть знакомый татуировщик, который можно сделать в виде татуировки, потому что хирургический путь это несколько сложнее. Почему? Потому что, во-первых, а вдруг захочется исправить. Раз. Во-вторых, это более грубые вмешательства. Ведь я рисую таким образом, что это просто своего рода просьба. То есть мы пишем письмо, а мы, и судьба сама знает, что надо давать, что не давать. И если вы изменили свою судьбу и свою жизнь хирургическим путем, а вдруг вам хочется исправить по-другому. Это уже значительно труднее. Это более серьезная вещь. Хироманты считали, что определенные части ладоней, на которых отражаются черты характера, зависит от той или иной планеты. Сущность человека соответствует семи небесным телам. Венере, Юпитеру, Сатурну, Солнцу, Меркурию, Марсу, Луне. Меркурия, Солнце, Солнце, Меркурия, Солнце, Продолжение следует... Продолжение следует...